Глава третья. Пробуждение Фариона. На следующий день неподалеку от священного острова Луны. Кенариус погиб, так что будить друидов придется нам самим. Они проснутся по звуку волшебного рога, который хранится на священном острове Луны. Но, жрица, на острове обосновались орки. Чтобы добраться дорога, нам придется сражаться с ними. Жрица, Терент, хвала и Луни, мы нашли тебя. Нежить приближается к соседней лесной обители. Насколько я знаю, она заброшена. Но если мертвецы доберутся туда... Нет, сестра. Эта обитель не заброшена. В ней остался один друид. Фарион Свирепый. Он самый мудрый и могущественный из детей леса. Мы обязаны предупредить его о том, что Легион вернулся. Тогда поспешим. Если нежить ворвется в обитель раньше, чем он проснется... Скорее в путь, сестры. Мы должны разбудить Фариона. Да, это не так-то просто будет. Да, короче, тут просто жесть какая-то творится. Я вообще просто в шоке. О чем шумят деревья? Да, где ряды есть? Вогиня зовет. Без промедления. Ай, полная жопа. Я вообще не знаю. Ай, у меня древесина. Нет такого хрена. Я такой тупой. И меня бесит это все. А, короче, у нас сложится эту базу. Добраться вот до туда и там вообще всех перебить. Это пипец какой-то. Это вообще нереально. Очень сложная реально голова. Голова. Так, мне еще, пожалуй, надо построить несколько вот этих древ. Еще лунных колодцев надо настроить. Короче, ой, полная жесть. Я думаю, я буду охотниц в основном сюда нанимать. Тупо потому, что у них больше хп. Они такие более танковые. Орки, наверное, скоро будут нападать сюда. Богиня, наставь меня в пути. Так, а ты у меня будешь пожертвован для создания нового древа жизни. Чтобы роги оплести. Так, это сколько? 230 стоит, да? Да. Богиня, наставь меня в пути. Делаем так. Я не знаю, хотя, может, еще одно даже и не делать лучше. Даже и не знаю. Да, пожалуй, не буду лучше лунных колодцев пока построю. Так. Будет это у меня сколько? 60 еды. Надо еще 3 будет построить. А, нет, стоп, это будет 70. Еще 2, потому что древа еще 10 будет давать. А я даже попасть по этой иконке не могу. Все настолько плохо. Жесть какая-то. Готово. Отличненько. Это еще надо, пожалуй, скоро проапгрейдить будет. Золота вообще чуть мало у меня. Два рудника, конечно, это очень помогает в этом плане. Готово. Замечательно. О, сейчас орки придут к нам. Внимаю словам и мы. Лучше отойти от склона, а то промахиваться будет постоянно. Так, там вторая пусть группа будет. Готово. О, отличненько. О, отличненько. Как тут, святачков? 5, плюс 1 там. Туда еще надо понанимать. Недостаточно золота. Готово. Локтар Агар. Ага. За вождя! За траву! Так, сейчас мы завалим. Нормально все будет. Я же сказал. А, сэра Амон. Да будет так. Полечимся быстренько. Так. Готово. Ага. Потому что надо еще баллисты сделать. Несколько штучек. Кхп. Насколько быстро восстанавливается. Вот так. О, колодец полечил. Потому что у них тоже по ночам мана восстанавливается. Да, это круто. Ну-ка вот ты одну, ты... А, у меня же вот что, если я могу вот так делать. На два нажимать, я с В про это постоянно. Хе-хе. Богиня, наставь меня в пути. А ты знаешь, что сделай? Ты вот сюда вот встань. Кто посигнул на природу? Несколько баллисток сделаем. Богиня, наставь меня в пути. Ох, это, конечно, база оргов, она жесткая. Там этот герой, блюдский, ихний. Богиня, наставь меня в пути. Они постоянно нанимают, это бесит. Вообще жесть. Внимаю словам и луны. Потому что я столько раз пытался эту миссию пройти. Я там так всерал. То на базе, то на этих, на стражах. У меня просто была огромная армия, и они просто ее полностью уничтожали. Так, бедно было на самом деле. Богиня, наставь меня в пути. Богиня, наставь меня в пути. Богиня зовет. А, оно встанет, да, оно встанет. Там для него есть еще местечко. Так, эта хрень уже почти сделалась, да? Хорошо. Баллиста, она 230, что ли? Древо выращено. 245. Во. Богиня, наставь меня в пути. Богиня, наставь меня в пути. Еее. Две баллисты. Надо больше. А, с Рэвар Амон. Две, это мало. Ой, день наступил. Что, серьезно? Уже? А-а-а. Тупо. Без промедления. Попробуем напасть чуть-чуть на базу. Сейчас там их атака еще небольшая придет. Внимаю словам Илуны. Да будет так. Быстрее! Захватим их врасплох! Какова воля Базини? Еее! Ой. Сейчас на меня что-то нападут вот эти... черти. Я прям... Я-я-я прям под источником их. Сейчас я их завалю. Просто прекрасно. Ой, нет, ну он бы очень терный от него выбил, да? О, армия у меня такая... Не... Объяснительная. Не плохая. Блин. Вы сейчас уже под башню станете... Нет, 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 нет. Внимаю волю, мое ожидание завершилось. Кто постигнул на природу? Поторопись. Ну, говно-то какое. Кто из вас? Во имя Генариуса. Так, а ты ведь настоящий? Да, отлично. Я убил настоящего. Это очень хорошо. Э, вы что? Так, это пусть третья группа будет. Пусть они все здания валят, пока я там... Развлекаюсь. А, Слава Аман. Слушаю. Я не постигнул на природу. Они любят очень атаковать в... Листы. Забивать хер на юнитах. Мертвецы уже рядом с обителью. Фарион в опасности. Недостаточно золото. О, вот это сделаем. Э, ну что вы? А, с Ревер Амой. Да будет так. Чтобы все сражались, то что они... Лентяйки-то-то... Такие так нитя. Я юнь, я юнь теряю. Так надо под башню вставать. Такова воля богиня. Богиня зовет. А, с Ревер Аман. Ммм, герой воскрес. Но только не это. Стражик Бойл. Молитесь на рассвет. Он не успел свой скилл заюзать. Это отлично. Кто посигнул на природу? Это замечательно. Валите башню. Лети, эльфы. Отлично. Лети, чем мы думали. А, с Ревер Амой. Ой. Как так? Кто посигнул на природу? Одряд дощерки. Во имя Луны. Мое ожидание завершится. Вагиня зовет. А, с Ревер Амой. А, с Ревер Амой. А, с Ревер Амой. Кто посигнул на природу? Так, я ведь успею, да? Да? А, с Ревер Амой. Блин, охотницы постоянно ничего не делают. Такова воля. Вагиня зовет. Так, я очень надеюсь, что я успею. Недостаточно. А, с Ревер Амой. Отлично. Отлично. Ой, ой, ой. Вагиня зовет. Вагиня зовет. Вагиня зовет. Да будет так. Внимание. Жрица. Нежить вот-вот ворвется в обитель. Торопись. Можно найти Рок. По... По... Вагиня зовет. А, может, что все нормально? Что произошло? Кто посигнул на природу? Я думаю, мы справимся. Я... 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 Я надеюсь. По крайней мере. Поставим всех еще. Высыпляет этот... Блюдок. А, с Ревер Амон. Богиня... Я поклялась отомстить. Я не боюсь. Богиня зовет. Во имя Луны. Поторопись. Слушаю. Поторопись. Боитесь ночи. Внимаю словам и Луны. Погнали. Да. Да будет так. Почувствуйте гнев от природы. Богиня. В мостах. Не. Не. Не должно хватить сил для этого всего. Я надеюсь. О, как я на... Я надеюсь. Семь деревьев. Неплохо. Кто посигнул на природу? И сейчас будет жопа. Очень опасные вот эти. Вот это особенно. Восьмой уровень. Вообще жесткий. Вроде я их убиваю. Нормально. Я смог. Отлично. Отлично. Да, 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 да. Ура. Я выполнял задание. Отлично. И ухода было трудно. Жесть. Наконец-то. Рог Кенариуса. Теперь мы можем разбудить Фариона. Я пришел на зов Рога. Во исполнение клятвы. И я чую запах порчи и разложения в своих землях. Я зол. Очень зол. Вперед, воители прошлого. Уничтожим захватчиков, как в былые времена. Как эти энды так опасно их вообще убивают? Вурдалаки просто с одного удара умирают. Это как? Что за бред? Так не может быть. Они сейчас еще кладбища с одного удара. А нет, я не успел этого увидеть. Ну вот. Хохота была бы с этих кладбища с одного удара бы убили. Почему-то только я и Орда. А эти я древние стражи. А нежить. Странно как-то. Ну ладно, короче. Это было тяжело. Идем дальше. Вроде дальше будет немного пока что попроще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok